Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешево. Аминь. Номер 97. Вопросы и события дня. 17 марта 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения престола. То есть абсолютно везде вот это вот. Это он уходя, как печать поставил. Я уже разбирал то, что ты же его привел к этому. Думали, как много людей будет, превращение. Да, здорово, конечно. 3-5 миллионов чистой прибыли каждый год было при Николае. А теперь, наоборот, реку убывает. Комсомольская правда на развороте. Огромная статья была. Если бы большевики не победили в 1917 году, у нас было бы 650 миллионов. А то устарелая статья. Сегодня больше 700 миллионов. Значит, разговор шел бы другой. Во всем другой был бы. А поэтому заселяется китайцами. Территория потеряна навсегда. И Дальний Восток, и все. Под Урал подожмут. Не хотели слушаться? Как? Уничтожали подряд. Расстреливать, расстреливать. Пришла власть. Крестьяне все были обольщены. Вот книга Кудрина, священник, об этом говорит. Он говорит, большевики, это за нас. Он говорит, ну ничего, придет время, вы узнаете. Так и получилось. Всех раскулачили, все уничтожили. Когда, говорит, спросили Сталина, во что обошлась коллективизация? Он говорит, растопырил 10 пальцев. 10 миллионов лучших тружеников Земли погубили. Всего погибло 110 миллионов со славянами, все, как пишет Кораблин, профессор. Ну и дальше. Я не бываю нигде, кроме на своих ресурсах. А потому, кто пишет, не пишите мне ВКонтакт. Вот считайте, что тут написано. Я ни в одноклассниках не бываю. Все, что оттуда, это на наш форум перекидывают модераторы и администраторы. Вот сюда приходите. А вот объявление. То есть на ролике нужно разобрать. Краткое содержание о чем. Почитайте, о чем речь идет здесь. Работает. Четыре человека помогают уже. Ну и вот. На нашем сайте я покажу во свете Библии. Вот он какой. И вот эти материалы перевести вот в эти вот 7 позиций. Пока никто не сделал это. Хотя грозились. Ну идут занятия у нас. Сами выходите на Сергея Пупкова. Сегодня как раз пятница. Эти занятия будут. Вот что за день пришло, это далеко-далеко не все. Вот сегодня особая тема будет. Об одном нападает на нас Садарбек Алмазов. Отдельный ролик посвящаю. Потому что материалов очень много. И полезные они будут. Давай. Александр Шереметьев. Никита, надо было тебе уйти от разговора о Украине. Тем более ты мало знаешь о событиях в Украине. Украину и Российскую Федерацию может объединить только вера во Христа. Два разных народа украинцы и россияне. Но вера православная одна. И Христос один. Через это мы братья во Христе. Ну вот он попросил этот ветер по Александр с Никитой поговорить. Я отошел, вижу, разговор идет не туда. Но я стою рядом, Никита глаза не поднимает, я маячу. Ну прекращай разговор, то совсем не надо нам это. Зачем на это разбирать-то? Это обязательно зато будет неприятность какая-то. Да Никита, он увлекся, куда сказали, идти туда и пошел. Не надо быть теленком на привязи. Он хочет сказать, с этим вопросом мы не занимаемся. Все, встал и отошел, и дальше ничего бы не было. Вот уже пошли нам замещание делать. У меня такой есть один брат, здесь, рядом был. Умничать начинает. Мой одну сестру в лагере, так гляжу, прям наседает. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Ну она такая, я хочу ее смирить. А что такое смирить-то, ты знаешь, нет? А что? Сам парень, не женатая, и она девушка, не замужняя. Я открываю, и когда возьмешь в плен кого-то, и понравится тебе, ты можешь ее взять. Но только она должна стричь ногти, там, волосы, 40 дней, траур по отцу, он же убийца. Но потом можешь смирить ее. Что смирить? Под себя подложить. Хотя она будет и сопротивляться. Иначе кинжал в горло. Это в Библии написано. И ты думаешь смирять? Я не думал. Ну ничего не думал-то. Смиришься. Женишься, она тебя твоя будет смирять. Она как раз так и получилась. Неприкасаемая жена. Замахнулся один раз на нее. Махнул рукой этой, да попал не туда. Сломал палец или что-то. Я слышал так краем уха. Поэтому будьте внимательны, когда что делаете. Дальше. Микола Скрипник. По вопросу Украины готов дать коммент из первоисточника события на Донбассе из города Славянска. Ну пускай дают, а у нас не об этом речь идет. Житиями хорошо получается. Это не он говорит, вот здесь я могу поставить, потому что люди некоторые себя скрывают. Ну а я не знаю как, вот так вопросы поставлю. У него фамилия есть, имя, но не разрешает. Боится, что на работе там. Потому что за связь со мной везде преследуют, бьют. Вот интересно как. Со мной они ничего не могут делать и не пытаются даже. Я нахожусь в Жанатас, Жабульская область. Там предупреждают всех. А я и не знал об этом. Со мной нельзя разговаривать. А я разговариваю с любым. И вот один рядом со мной на кровати был. А его заметили, он разговаривает. Потом нет, приходит. Такой вид у него, что Ой, отец Игнатий, как бьют страшно. Бьют за что? А за то, что с вами разговаривал. А потом такая большая клетка. Это не ИГИЛ придумал, железная. Туда сажают. Все снимают с него. Там еще на нем есть. А холод или снег вот сидит теперь здесь. И теперь сидит, учится. Утром придет. А бьют чем? Черенки от лопат. Видишь как? Поэтому вот человек этот пишет так. С житьями хорошо получается. Но много времени уходит на них. Я думал, ну когда совсем некогда, пропущу денек. Так мне не разрешают уже. Люди так полюбили их смотреть. То есть, жития святых я начинал в 80-е годы. И теперь берут с нашего сайта, вот человек, и обрабатывают по отдельному житию. Это 1173. Ну, каждый день. Это на нашем ютубе. Посмотрите. А тот, кто их помогает распространить, пишет. Мне более по душе распространять житие, собранное Игнатием и сделанное, оформленное тобой. Плюс к этому выставлять проповеди его. И через это приводить людей к Игнатию к истине. То есть, к Игнатию сказал. О, к Игнатию. Ну, то есть, на ресурс. Он выразился так. Я знаю, уцепятся сейчас. А что, у них ничего нет? Они следят за мной. Я себе много там говорю. Ну, а о чем я буду говорить-то? Ну, как? Как у нас? Они наслушались это на Нину Жовну. Ты напиши письмо, но только нет своего имени. Ну, а как? Я пишу письмо. Я боятся. Почему? Коллективизм. Мыкать, мыкать. Мы, мы скрываться. Ничего. Научат. Это и Дворкино научение идет и делает. Так это, это мое частное мнение. Там, чтобы в суд не взяли. Под статью подгонять. Лживые, льстивые. Этого нельзя делать. Прямо говорю я. Я и Бог останемся на суде Божьем. Павел не боится. Я более потрудился, более пострадал. Ну, почему не учатся из Евангелия-то? Сами себя боятся. Почему? А сказать-то они еще пустота. Как раз-то треп один. Ну, а вот в 90-х годах, и какие материалы поднимают. Это новый человек задействован. Это время сколько прошло. Это все жития, все. Я их окупил тюрьмами, лагерем, психушками. Дальше. И уже несколько человек выразили мне благодарность за то, что благодаря мне они узнали Игнатия. Пересмотрели, в корне поменяли свою жизнь. И это немало. Об Игнатию узнали они. Узнали о ресурсах наших. Ютуб, форум большой. Сайт. Огромнейший сайт. 50 книг, аудио только насчитано. Фильмы стоят. На моем мире сколько-то. Дальше. Для меня это живое дело. Одна спасенная душа, много грехов покрывают. Ну, это из Якова берут. И еще он пишет. Посмотрел вставочки. Отлично сделано. И отец Аким, и дети, и Игнатий. В целом люди благодарны за канон. Пишут спасибо. У канона Андрея Критского, и там вот такие фотографии наплывают, уплывают, и вдруг там наши фотографии идут, да. А вот в группе, слава богу за все, был такой комментарий. Интересно, каким образом в видео канона вклинились сектанты? Главное слово, сектанты, пораженные мозги у людей, ничего не знают. Первый раз видят, я собираю с детьми ягоды в поле. О, и тут сектанты, ничего нет, у них разговора ничего нет, но не такое, как у них. То он у нас сгнил. В другом месте видят, с детьми идут купаться, и опять тут сектанты. Он даже не знает, что такое сектанты. Сектанты, это там, где учения, разница с господствующим, единственно верным, и где отрицает институт священства. А у нас и священники, и епископы, и митрополит, и патриархи, мы же не отрицаем патриарха. Нет сектанты. А почему? Да потому что этот сектант говорит. Сегодня пишут в интернете, самая большая секта Московской патриархии. Вообще ничего не знает. Отсеклись от евангельского учения. От канонов, от всего отсеклись. Сухая весьма засыхает. Дальше. Встревать в беседу не стал, бесполезно. Люди тупы бывают и слепы. Такие его дела. Ну и вот тут на нас нападает Саварбек, Алмазов, всякие пакости. И вот о нем уже тут заголовок пишут. Этот лихоидей не знает, что делать. Его раскусили, и он не делает уже три дня эти пакости. Но он решил оправдаться. Говорит, что ничего не делал и так далее. Он не знает, что у меня доказательства есть. Неопровержимые. Неопровержимые. Так что сегодня целый ролик о нем будет выставлен. Составлен. Дальше. Первый канон Андрея Критского понедельник. Вот который. А куда, говорит, фотографии есть. Посмотрите, чтобы вот так зарядить. Дальше. Что такое устав? Вот я попутно сказать там упустил. Устав церковный. Начинается так. Устав. Целью прихода является объединение верующих на основе учения, преданий правил русско-православной церкви для удовлетворения религиозных потребностей и нравственного усовершенствования его члена. Для чего этот устав дается, который в отделе краевой юстиции? Это был написан нормальный устав русско-православной зарубежной церкви. Назначение прихода состоит в том, чтобы входящий в состав его верующий, объединенный единством веры во Христа Спасителя, молитвами, таинствами, христианским учением и церковной дисциплиной, содействовали друг другу в достижении вечного спасения через участие в таинствах, христианские просвещения и добрую жизнь и дела христианского благотворения. Вот и как счетка составлена. Определенно. И дальше. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович. Об имени Божьем в последних временах и беде. 3 марта 2016 года. Это название ролика. Хорошая беседа, размышления об имени Божьем. Тема большая. Тут легко свалиться в имя славия. Полагаю, в этом вопросе важно довериться водительству духа. По сути, ведь это та же тема, что и иконы. Насколько отражена личность Христа в его изображении? Вопрос неуместный, хотя и соблазнительный для ума. Но православный так и не ставит вопрос. Он просто совершает молитву перед образом Божиим. Так и имя. В чистом виде соответствие имени и сущности именуемо было доступно лишь Адаму из человеков. Как вы мне однажды сказали по подобному вопросу. Библия это слово Божие, переведенное на разные языки мира. Все, вопрос для меня в голове был снят. И я крепко это запомнил. Вопрос имени Бога, вопрос касательный доверия Богу. Доверия тому, что меня слышит Господь, когда я к Нему обращаюсь. В конце концов, собок повелевает апостолам научить все народы, что подразумевает перевод. Его учения на разные языки. Мы знаем несколько одни и те же библейские личности, но под разными именами. Авраам, Сара, Павел, Саввел Павел, Петр, Симон, Кифа. И это Бог это благословляет. Вот Авраам, был Авраам. Сара, значит, изменяются имена. И Бог благословляет то и другое. Опечатки перед образом Божиим я к Нему обращаюсь. Что есть одни и те же библейские личности. Да. Даже если не так сказал не Авраам, а Авраам. Все равно Бог слышит. Прошу прощения, торопился зафиксировать мысль. Так, дальше. Сергей Козлюк добавил комментарий. У меня вопрос, полезно ли посещать кладбище? Я отвечаю ему. Я, Златоуст, говорю, что полезнее всего посещать похороны больных вместо казни, суды. Вот где. Где человек не в обычной суете находится. И ты туда можешь попасть. Можешь быть больным. Это полезно. Где суды идут, как приговаривают их. Вот так. Теперь снова еще один человек мне говорит. Наш извращенец Алмазов притих. Уже три дня полная тишина. Ни одного порнографического выпадка. А до этого заливал ежедневно. Я бы рассказал, как я на него вышел. Да люди боятся, что вы выложите эту историю. А люди живут в том же городе и боятся его. Боятся его. Понимаете? Вот такого человека, который делает пакости, его опасается злоязычного в городе. Соломон говорил. Дальше. Он просто с ними тоже делает такую же пакость. Ага. Про него сказали. Такие люди, как он, никогда не женятся. Была очень интересная история, как я его раскусил. Но боюсь, что вы эту историю выставите, а девушка беспокоится за свое здоровье, если тот узнает. Пока мы ее не выдаем. Все пока нормально. Но Алмазов притих. Удивляясь, ни одной больше приделанной фотки уже три дня. А до этого ни дня не было, чтобы не домогался. По национальности он ингушет. Вот. Я сказал, я вчера Шейген, где был, на него пишу заявление. Чтобы разобрались. Караганду. Казахстан. И мне отвечают на это. Вот это хорошо вы написали. Хорошо бы это на видео еще проговорить в утреннем ролике. Про него бурная молва в Караганде. Люди там рады, что вы его пытаетесь, кавычка, поставить на место. Ибо не только вы от его действий припострадали, но еще как минимум несколько человек. А сейчас он притих, почуял неладное. И судорожно все ваши новые ролики просматривают. Не упомянули ли его, где вы? Да, упомянули в начале молитвы. Саварбек, если действительно так его звать, помолитесь о нем. Сделал подробный разбор. Нужно донести информацию до зрителя. В том числе через видео и до самого извращенца и других жителей Караганды. Он орудовал почти год и только пять дней нервно дерзает на стуле. Боясь про него, Игнатий еще знает. Если я взялся за это дело, то буду продолжать узнавать. Когда я судился с московским комсомольцем, мне говорили, а его не взять. У них регистрация в Москве, а они про меня статьи одну, другую, третью написали. Я говорю, ну попробовать можно. А здесь они в Горном Алтае зафиксировались, они где. И я начал. И процесс полностью выиграл, разгромили. Они начали упираться, присудили заплатить за подрыв деловой репутации, достоинства человека. Это и нету. Прокурор Москвы мгновенно отреагировал. Запрет на пользование или как там что-то. Если деньги не выполнят, значит это немного, там сколько, пять тысяч или что. Штраф им сразу в несколько раз больше того, что требуется. И арест всего имущества редакции. Все, они мгновенно в этот же день все сделали. За них не брались. Ну а почему нет? Нам это право дано, я покажу сегодня. Это право дано Богом. И дальше. А то ли на буквы Н не хватает, еще не знают имеется в виду. Еще не знают. Ну напиши. Милений Белгородский. Мир вам, дорогой брат Игнатий Тихонович и Никита. Спасибо, что уделили время на мой вопрос и за разъяснение. То есть они баптисты попросили, ну рассказать там, мы говорили вообще, и они уже получили. Сегодня прослушали ответ номер 90 вопросов и ответов. Милений. Так. И вот пишет один. Михаил Домнич, диссидент РПЦМП монашестве. Отец Глеб Якунин. А, это маленько не туда попало. Домнич это будет ниже, это отдельно. Диссидент. Отец Глеб Якунин. Это исповедник. Его патриархия истрепала в дребезги. Когда, ну просто, все советской власти предали, ничего священника, права нету, все отдали старостам. И тогда выступили Николай Ишлеман и отец Глеб Якунин, два священника. И написали там совет министров, куда по делам религии. И сразу запретили в этот же день. И он, кажется, 20 лет, что ли, с метелкой был. Человек с высшим образованием. Это политик настоящий. Потом будет член Государственной Думы, депутатом ее Государственной Думы в Москве. Как там на него нападали, что у него было. Он семь лет отбыл в лагерях только. И когда судили его, то власти, ну КГБ, конечно, говорили, кто дал этот материал. Доклад Фурова о том, что есть архиереи, которые делают добровольно, даже не успеешь сказать, они уже все закрывают храмы. И он все их клички. Вот тот патриарх Алексей Второй, это Дроздов, вот Кирилл, это Михайлов, сотрудники КГБ. И как они выполняли работу за рубежом. Он работал с этим. И они на него напали. И сидит он там, рядом был тогда Петерим в Государственной Думе. И вдруг патриархия переворачивает все. Все, больше мы не будем нигде в депутаты. Почему не будете? Ну, не будем. То есть, ни канонами, нищим. Вчера были, а сегодня нет. А его уже депутатом избрали. Он был. И снова он депутатом. И они его, выйдя оттуда, он не выходит. Снова запретили его священникам. Он их не послушался предать анапиями. То есть, безумие полное. Но он перешел там в украинскую. Там где-то еще автокефальная какая-то образована была. Я это не одобряю. У меня лежит еще не опубликованное интервью. Я брал у него. Интервью немалое. 16 часов. Это интервью может соперничать в книге Гиннеса. Это интервью, я сказал, что оно известно. Далеко будет. Сразу узнали в КГБ. Мои магнитофоны там разграбили, поделили между собой. И из них один очень хороший, настоящий интеллигент. Никулин Юрий Михайлович. Звонит мне и говорит, а вы не дадите послушать пленки? Я говорю, конечно нет. Какой разговор-то? Ну, а если в вашем присутствии? Ну, не дома, конечно. На работе я буду. Я не подумал, что ляпнул-то. Он приехал с магнитофоном. Я ему пленку эту принес, дал. Две катушки. Это по 8.20. Это 16.40. Вот как. И он, я говорил, как слышишь? Сидеть до утра. А я-то какой-то там небольшой участок. Я пройду, все, прилягу. А тут не лечь ничего. Я всю ночь мотался, падал буквально. А он сидит, глаз не смыкает. Вот я ему посоветовал. Он все прослушал. Как он все прослушал, не знаю. Ночь-то не была 16 часов-то. Ну, видимо, хватило ему и говорит, да, большой мудрец. И вот он умер. И вот теперь диссиденты Русской Православной Церкви о монашестве. Отец Глеб Якунин. Я еще не посмотрел это дело. Я когда был у него, в это время Рейган приехал. И его пригласили на встречу с президентом США. Мы сидим за столом. Вот так вот. У Попкова были. Попков. Вот сейчас в Америке. Вот такие вот кружки. Водки. 40-градусные. Налил. Ну, все. Мне уже пора идти. Там Рейган ждет. Я говорю, вы что делаете-то? Ну, ничего. Пусть знают нас, русских. Ничего себе. Стакан хлопуснул. Ну, и мы сфотографируемся. На фотографии есть мы стоим. Ты видишь? У него глаза маленько поволокой пошли. И вот он стихотворение там сейчас разбирает. И вот теперь, что они об этом говорят? А Михаил Домич, это, видимо, с сектантами, говорит, был связан. А теперь он в православную церковь заходит. Вот это убрать надо, Михаил Домич. Это к этому не относится. Это убрать. Вот. Вот он говорит, как он молился. Подумайте, похоже на нас или нет. Домнич, вчера был на третьей части. Выходной. Господь мне усмотрел поклоны поясные, поклоны земные. Я в жизни столько не кланялся. Правда, после канона часть прихожан ушла. Я спросил у старец. Что, все, конец службы? И они ответили, что нет, служба продолжается. Я вообще тогда был в недоумении. А что это за разброд и шатание по храму? И в храме уже разговоры слышны между собойщики. Понятно. Видите как? Вот для Бога это я сделал, выделил. Это мне Самир Атагеева, мусульманка, писала. Отец Игнатий, а вы сколько поклонов даете Богу? Даете. То есть не кланяетесь? Ну, а вообще-то здорово-то. Дальше. Достоял службу до конца. В душонке вознесся на ступень выше тех, кто ушел. На ступень. А, на ступень. Ну, что это тут? На ступень выше тех, кто ушел. Кто ушел, да. По молитвеннику Бог дал ясно понять, что надо идти на служение. Для меня надо идти, смириться, явить послушание и жертвовать это утро Господу. Надо. А сколько Господу даешь поклонов? Жене об этом откровении поведал, чтобы лукаво не уговорил мне поспать. По милости Божией работаю сторожем и вечерами, и утром, и в течение ночи имею массу времени молиться. И молюсь, смотрю и слушаю в Ютубе разные ролики на духовную тематику, в том числе и ваш канал посещая. И Бог плетает от ваших трудов во славу Иисуса Христа. Утро, 6.45, пробудился, без будильника, собрался. В 7.30 разбудил домашних, в школу, жене на работу, и пошел. Иду, герой веры, размышляю хорошо, жертву для Бога временем. Явлю себя во всей красоте окружающих. Не торопись, как он пишет, с таким рассуждением, ну православный уже. А, говорит, из сектантов, из баптистов там или из кого? Пусть порадуется. Там в основном всем за 50. Благодарят Бога, что молодежь, 45 самому. Бог приводит в храм. Вошел, осмотрелся, так и есть. Я самый молодой среди присутствующих. Переоди три старца лет за 70. Погромче считай. И остальные женщины, бабулечки. Так стоят не по уставу, на нашей половине зачем-то встали. Непорядок. Так стоят, вот это ты считаешь совершенно без выражения, не входишь. Так, так, стоят не по уставу, на нашей половине зачем-то встали. Непорядки. То есть ты не входишь в суть. А так вот, ну как Панамарь считаешь, старковный. Как об этом писал Грибоедов. И как Панамарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Дальше. Служба началась, и как в анекдоте про иностранца, что выпил с русскими, а утром думал, что умрет. После они его похмеляли, и он жалел, что не умер с утра. Это было дурно. Молебен идет час. Кланяемся поясными, земными. Два часа кланяемся поясными, земными. Так, молебен идет час. Кланяемся поясными, земными. Два часа кланяемся поясными, земными. Ну, конечно, у тебя нет этого входа-то. Артист из себя не получится. Ну, вы что, я не готов, я не читал это. Ну, ты еще готов. Первый раз. А я готов, что ли, это? Ну, конечно. Ну, да. Давай. Ну, ты стоишь, такое же самое-то, что ты? Я вот увидел, что, да, действительно, это талант увидеть самого себя. Пришли мысли. Иди уже домой, жертва принята. Ну, нет, думаю, зная вас. А впереди три старца, три богатыря. Переглядываются и улыбаются между собой. И особенный восторг у них на лицах. Когда выходит в очередной, уже, наверное, шестой раз, священник для земных поклонов. А у тельца бред на вопрос. Что, сколько должно идти? Ну, а ты кого назвал тельцом? Себя, наверное. Себя? Ну, что, ну, сколько же, ну, должно идти домой, да? Я не знал. Думал, с утра в целых полтора часа Господу моему любимому жертву принести. А тут еще эти прихожане. Появилось некоторые... Прохожане? А, прохожане. Туда и сюда только ходят. Появилась некая раздражительность. Зайдут, кое-как перекрестятся, крест ломают. Это крест ломают. Свечку поставят. Ну, и тикать из храма. Ну, и тикать. А тикать. Ну, это ты уже знаешь слово. Ты тоже зря тут тикать. А тут ты стоишь в подвиге, святой. Три часа кладем все поясными, земными. Три часа уже. Три часа. Вот об этом говорит Иоанн Кронштадтский. Все это разбирает. Но я помолился, и Бог простил меня. Он прямо, может быть, не считал Иоанна Кронштадтского, но видно, что живой светлый ум. Замечаю, что из всех присутствующих хрустят коленки при наклонах на земной поклон. Только у меня становиться неловко. Только у меня. Теперь в скобках остановились. Скобку шипа понесся дальше. Становиться неловко. А передо мной все те же три богатыря. Веселые, бодрые. 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 Мне стыдно, что я рохли 45-летние. Стою и изнываю. Обличаюсь. Представляю, как ангелы ухохатываются над моим и моим духовным. На мной и моим духовным. Подвигом жертвы и опытом. Подвигом жертвы. Подвигом жертвы и опытом. И вот, 11.45. Служба завершилась. Священник пригласил на чтение вечернего кануна Андрея Критского. И тут я вздохнул с некой иронией. Я вечером иду на смену. Аллилуйя. То есть все, и мы на работу идем. У нас некоторые никогда не были накануне Андрея Критского. Я знаю. И в Потеряевке, и здесь. Вот так бы исследовали себя. Так кое-что получилось. Да, да. Много впечатлений получил за трехчасовую 45-минутную утреннюю службу в четверг. Дождя не было. Есть ночи поразмышлять. Рассказал об этих прекрасных часах с своим близким и друзьям с восторгом и восхищением, которым меня наполнил Господь во время и после службы. Делюсь любовью к вам в Господе нашем. Спаси Христос. Ну, видите как. Полезно это для нас было? Полезно. И вот теперь я покажу наш лист. Это в моем мире. Я сюда переставляю все. Вот фотографии новые поставлены. Вот это я в церкви. Еще раз покажу, чтобы увидели, что мы в храме. Вот он стоит, митрополит Сергий. Ну, это 13-го, это воскресенье прощенное. Вот он. Я подхожу. Вот посмотрите на лицо его. Какой он веселый, радостный. Как на Пасху трижды расцеловал, посыловались, потом обнимается с крестом даже. Но остальное только идет, крест каждый проходит. Ясное дело, что он расположен напрасно. Митрополит Сергий. Иванников. Дальше. Это Марина Добунова, Игорь Добунова. Жена работает в музее истории искусства. В том здании, где меня судили. Бывший краевой суд. Я пошел ее сфотографировал. Это когда мне в 60-м году было. В армии был, в морфлоте. А это я был в Нью-Йорке. Вот теперь первосветитель Иларион. Это митрополит Виталий. По приглашению по миссионерскому фонду. Ну, вот там я был. А это 23 года, когда я обратился к Богу. Ну, ладно. Это мы закроем. И теперь мы выйдем на другой уровень. Вот. Вот это наш YouTube. Я не знаю, сколько тут, но 4200 с лишним роликов наших. Здесь все есть. Все поплыли с там. Деревня, лагерь, там все. И вот если нажать здесь на главное, вот здесь главное, вот где главное, тогда откроется в другом формате, как бы, и вот они жития идут. Послушайте. Много пользы можно взять. Жития по 12 книгам Дмитрия Ростовского. Вот. Вот здесь есть одно Якова Постника, вот это. Меня, ну, просто тронуло сильно его житие. Какое житие его? Ужасом. Ему было больше 60 лет. И у него дары были большие, изгонял демонов и прочее. По молитве дождь шел, когда была засуха. Ну, и богатые привезли дочку, она была лет 16. И он помолился, и демон сразу вышел. Но они побоялись, что дорогой повезут, и как бы не было, чтобы закрепилось в ней это дело, чтобы была рядом-то. А его ночью демон искусил, видимо, скрутил и изнасиловал праведник. А потом сразу же в чувство пришел, испугался. Она же расскажет, и убил ее. Второй грех. А дальше рядом река, и он ее в труп бросил, чтобы сказать, ушла, и не знаю, где-то. Ой-ой-ой. И как он пошел, а дальше дьявол говорит, а теперь задавись, все равно тебе жития нету. И как один монах его встретил, и дальше начинается какая история. И он снова себя замуровал, и снова Господь вернул все дары. Хотя того уж чего не вернешь. А вот это вот наш во свете Библии сайт. Здесь отдельно книги, которые открыть. Вот проповеди и ответы. Ну все, все, все. На 55 папок. Вот, допустим, молитвы. 24 пункт. Открыл. Давно пошли молитвы. В каком томе, какая молитва. Ну что? Вот это что-то такое. Это вопрос 956. Стой, откуда известны слова молитвы, где в Симанском суду, ведь Господь молился вдалеке от учеников. Вот я его нажимаю теперь, теперь открывается. Вот он ответ. Жирным и курсивом это Слово Божие. Мой ответ состоит из Слово Божие. Почему я говорю, сегодня практически так никто не отвечает. Ну не отвечают. Как они могут отвечать? Потому что надо писание знать. Просто, не просто знать, а просто необходимо знать. Вот смотрите, я сейчас верну назад. Вот вчера я выставил материал. Сейчас я заново открою в новом варианте наш. Посмотрите. Вот открывается православный видеоканал. То есть в полной версии это. Ну и вот сегодняшнее. Обычно сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре. И кажется, четыре жития. Восемь. Крещеного, два, девять, десять роликов. И вот вчера я сказал так. Вам приходилось. Допустим, вот этот вот ролик. Это из своих проповедей в стихах я выставляю. И вот это открывается когда. И вот здесь краткое стихотворение. Просчитать. А, это про осу? Нет, виноват. Сейчас верну назад маленько. Не про осу, а вот. Где тут? Я не вижу стихотворение. О событиях дня. А чего тут нету? А, вот оно где. Вот оно. Вот оно. Ого, ого, ого. Вам приходилось видеть погребение. Называется стихотворение. Вот оно. Я вот насчитываю аудио. Выключи. Гребение. Да. Выключи. Вот теперь смотрите. И вот здесь вот содержание этого стихотворения. Посещать ли полезно, или кладбище. Вот я ему отвечаю. И вот теперь смотрите. Эпиграфы даются. И Слово Божие. Стихотворение. И дальше. Девять куплетов по четыре строчки. Тридцать шесть строчек. И тридцать шесть ссылок на священное писание. В мировой практике этого не было. Нигде. Я не знаю. Ну, знаете, кто-нибудь покажите. Их стихами-то назвать нельзя. Это проповеди. Вот. Видите? Каждая строчка открыт место писания. И сколько уходит? Двадцать пять-тридцать минут, чтобы прочитать одно стихотворение. Давай, прочитаем. Считай эпиграф. Первое. Петра 31. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плоской ли чистоты и омытия, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Второе. Эпиграф. Римлянам 6.4. Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Дальше. Тихотворение. Одно стихотворение прочитаешь, и ты уже знаешь из Писания. Третье. Колоссянам 2.11. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христова. Ну, дальше как обрезание? Быв погребены с ним крещение. Крещение-то прообраз был. Вы погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Вот крещение, это прообразовано было обрезание. В обрезании было восьмидневное, тоже ничего не понимали, поэтому детей крестят. Лучшего доказательства нет. И вот это как бы стихотворение. Повторяю, это 3467 по 9 куплетов. И все они, ну, сейчас архивы-то есть здесь, но на 3000-то есть. И они, это полностью лист записан, и пишутся просто обществую. Почему? А я никогда не подрабатываю ничего. Мысль идет, я его пишу. Дальше. Вам приходилось видеть погребение? И не кого-то, а самого себя. Притом на траурное радостное пение. Не траурное. А какое? А? Притом не траурное погребение. Не траурное. Да. Радостное пение. Притом не траурное. Необходимое страшное сражение на берегу, над пропастью, у края. Священник изгонял святой молитвой нечистых духов из воды, из тела. Над головой воскресшего вздымались волны плиты, кладбищенских надгробий, что истлели. Понятно. И вот все места писания на каждую строчку, откуда мысль взятая. Рожденный евангельскую вестью от проповеди, полюбив Иисуса. На память о Голгофе носить нательный крестик, здесь во Христа спасение облекутся. Неизримо при крещении Дух Святой нисходит, поселяется, объемлет. Засохший распускается цветок, из рабства с торжеством исхищен пленник. Пловцы счастливые они на берегу, спасенные из моря Шемного, погрянного от горя, что позади не пожелай врагу, о правильном крещении сегодня всюду спорят. Свидетели живые. Дай-то Бог весть о Христе, его голговской жертве, другим нести блаженство ваших ног, свидетельстве, как вы спаслись от смерти. Это написано было в 2003 году. Видите как? Один как-то приехал ко мне, бывший Потеряевский, посмотрел, ой, тут, понимаете, это стихи, да это вы говорите так, да какие мысли, это из Священного Писания, тут вот где-то, мысли-то не мои. Тогда вы, говорит, еще умнее, знали откуда взять. Я говорю, вот это да, как смотрят на это. Ну, сейчас мы будем более подробно о Саварбеке говорить. Ролик составим. А на этом сегодня почти все. Почти все, потому что идет пост, я решил уменьшить чуть не в два раза. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.